18 апреля день воинской славы россии день победы русских воинов князя александра невского над немецкими рыцарями на чудском озере так называемое ледовое побоище 1 1242 года дата отмечается соответствии с федеральным законом о днях воинской славы победных днях россии от 13 марта 1995 года за номером 32 сегодня имя александра ярославича невского известно каждому в нашем отечестве у большинства россиян она вызывает ассоциацию с образом созданным в художественном фильме сергея эйзенштейна александр невский 1938 года актером николаем черкасовым слава александра ярославича восходит к годам когда русское воинство во главе с ним отстояла независимость русских земель в невской битве 1 240 год и битве на чудском озере ледовом побоище 1 1242 года победы над шведами и немцами прославили полководца далеко за пределами руси победы князя невского определили передовой характер русского военного искусства показавшего превосходство над военным искусством других стран в конце 13 века было составлено житие александра невского в котором он показан как идеальный князь воин защитник русской земли от врагов в начале 40-х годов 13 века воспользовавшись ослаблением руси которое произошло в результате опустошительного нашествия монгола татар немецкие крестоносцы шведские и датские феодалы решили захватить ее с северо-восточной земли совместными усилиями они рассчитывали покорить новгородскую феодальную республику шведы при поддержке датских рыцарей попытались овладеть осьем невы но в невской битве 1 1240 года были разгромлены новгородским войском в конце августа начале сентября 1240 года в сковскую землю вторглись крестоносцы лионского ордена который был образован немецкими рыцарями тефтонского ордена в 1237 году в восточной прибалтике на территории заселенной племенами ливов и эстов после кратковременной осады немецкие рыцари овладели городом изборском затем они осадили псков и при содействии изменников бояр вскоре заняли и его после этого крестоносцы вторглись в новгородскую землю захватили побережье финского залива и на месте древней русской крепости копорье возвели свою не дойдя до новгорода 40 километров рыцари занялись грабежом его окрестностей из новгорода было отправлено посольство к великому владимирскому князю ярославу чтобы тот отпустил сына александра князя александра невского к ним в помощь александр ярославович с 1236 года правил в новгороде но из-за козней новгородской знати покинул новгород и ушел на княжение в переославль залезский ярослав сознавая всю опасность исходившей с запада угрозы согласился дело касалось не одного новгорода а всей руси в 1241 году князь александр невский вернувшись в новгород собрал войско из новгородцев ладожан и жоры и карелов скрытно совершив быстрый переход к копорью она штурмом овладела этой сильной крепостью взятием копорья александр невский обезопасил северо-западные границы новгородских земель обеспечил свой тыл и северный фланг для дальнейшей борьбы с немецкими крестоносцами по призыву александра невского на помощь новгородцам прибыли войска из владимира и суздаля под командованием его брата князя андрея соединенное новгородско-владимирское войско зимой 1241 1242 года предприняла поход в псковскую землю и отрезав все дороги из ливонии на псков штурмом овладела этим городом а также изборском после этого поражения ливонские рыцари собрав большое войско выступили к пскову и чудскому озерам основу войска ливонского ордена составляла тяжело вооруженная рыцарская конница а также пехота кнехты отряды порабощенных немцами народов эсты ливы и другие которые по численности многократно превосходила рыцарей выяснив направление движения главных сил противника александр невский туда же отправил и свое войско выйдя к чудскому озеру войско александра невского оказалось в центре возможных путей движения противника на новгород в этом месте было решено дать бой неприятелю армии противников сошлись на озерах чудского озера у вороньего камня и урочище узмень здесь 5 апреля 1242 года произошло сражение которое вошло в историю как ледовое побоище на рассвете крестоносцы по льду озера на медленные рыси приблизились к позиции русских войска ливонского ордена по установившейся военной традиции наступала железным клином который в русских летописях фигурирует под названием свиньи на острие находилась основная группировка рыцарей часть их прикрывала фланги и тыл клина в центре которого располагалась пехота клин имел своей задачей раздробление и прорыв центральной части войск противника а следовавшие за клином колонны должны были охватом разгромить фланги противника в кольчогах и шлемах с длинными мечами они казались неуязвимыми александр невский противопоставил этой стереотипной тактике рыцарей новое построение русских русских войск основные силы он сосредоточил не в центре челе как это всегда делали русские войска а на флангах впереди расположился передовой полк из легкой конницы лучников и прачников боевой порядок русских был обращен тылом к обрывистому крутому восточному берегу озера а княжеская конная дружина укрылась в засаде за левым флангом избранная позиция была выгодна тем что немцы наступавшие по открытому льду были лишены возможности определить расположение численность и состав русского войска рыцарский клин прорвал центр русского войска наткнувшись на обрывистый берег озера малоподвижные закованные влады рыцари не смогли развить свой успех фланги русского боевого порядка крылья зажали клин в клещи в это время дружина александра невского нанесла удар с тыла и завершила окружение противника под натиском русских полков рыцари смешали свои ряды и потеряв свободу маневра вынуждены были обороняться завязалась жестокая сеча русские пехотинцы стаскивали рыцарей с коней крючьями рубили топорами зажатые со всех сторон на ограниченном пространстве крестоносцы сражались отчаянно но их сопротивление постепенно ослабевала она приняла неорганизованный характер битва распалась на отдельные очаги там где скапливались большие группы рыцарей лед не выдерживал их чажести и ломался многие рыцари учен утонули русская конница преследовала разбитого противника свыше семи километров до противоположного берега чудского озера войско ливонского ордена потерпела полное поражение и понесло огромное по тем временам потери до 450 рыцарей погибли и 50 попали в плен к нехтов было уничтожено несколько тысяч ливонский орден был поставлен перед необходимостью заключить мир по которому крестоносцы отказывались от притязаний на русские земли а также отказывались от части латгалии область в восточной латвии победа русского войска на льду чудского озера имела огромное политическое и военное значение ливонскому ордену был нанесен сокрушительный удар продвижение крестоновцев на восток остановилась ледовое побоище явилось первым в истории примером разгрома рыцарей войском состоявших в основном из пехоты что свидетельствовало о передовом характере русского военного искусства идите и скажите всем в чужих краях что русь жива пусть без страха жалуют к нам гости но если кто с мечом к нам войдет от меча и погибнет на том стоит и стоять будет русская земля спасибо за внимание